Привет! Сегодня я к вам с рецептом супа с клетками. Люблю его за быстроту приготовления и конечно же вкус. Один из любимых в нашей семье, поэтому готовлю его часто. Расскажу как приготовить куриный бульон, чтобы он был прозрачным, а суп с клетками приготовить так, чтобы не перебить тот самый куриный аромат. Итак, приступаем. Сначала варим бульон. В кастрюлю кладем куриный набор 500 грамм и заливаем холодной водой 2 литра. Так мясо максимально отдаст все свои ароматы и соки в бульон. Как закипит, снимаем накипь. И добавляем соль, 1 чайную ложку и лавровый лист, пару листиков. Многие не любят лавровый лист, говорят, что он перебивает вкус бульона. Я же считаю наоборот, если его не добавить, то бульон получается не такой ароматный. Выбор за вами. Огонь как закипит, делаем в среднем, даже чуть меньше. Бульон не должен сильно кипеть, а лишь слегка побулькивать. Это одно из слоев прозрачного бульона. И варим минут 40. Крышку до конца не закрываем, это еще одно правило прозрачного бульона. Пока бульон варится, порежем луковицу и натрем небольшой морковь на терке. Как бульон будет готов, кладем картофель, порезанный соломкой, 2 клубня. Добавляем морковь с луком. Для куриного супа я морковь с луком не зажариваю, чтобы не перебить вкус зажаркой. И варим овощи до готовности. Приготовим тесто на галушке. В миску разбиваем одно яйцо, добавляем щепотку соли, 2 столовые ложки сметаны и перемешиваем. Теперь добавляем муку 3-4 столовые ложки. Тесто должно быть достаточно густым. Курицу, на которой варился бульон, убираем из кастрюли. Отделяем мясо от костей и добавляем обратно в кастрюлю. Как овощи будут готовы, чайной ложечкой делаем клетки. Чтобы они хорошо отходили от ложки, опускаем ее в бульон. И много в ложку набирать не стоит, так как клетки увеличиваются в объеме. Я набираю примерно 1-4 чайной ложки. Провариваем минуты 3. Добавляем зелень укропа свежую или сушеную. Суп выключаем, закрываем крышкой и даем им постоять минут 5-10, чтобы настоялся. И подаем к столу. Кстати, кто не подписан на мой телеграм-канал, подпишитесь с ним. Вы точно не пропустите новые видео, которые выходят на моем канале. А также я там кидаю идеи, что приготовить на завтрак, обед или ужин. Пишите в комментариях свой вариант супа с клетками или просто оставьте улыбающийся смайлик, если вам понравился рецепт. Для меня важно получать от вас обратную информацию. Буду рада быть вам полезной, если рецепт вам пригодится. А я вам желаю приятного аппетита и отличного настроения.